Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight. Сегодня поиграем за Фредди, за нового измененного Фредди. Я надеюсь на ваши лайки и комментарии, это очень круто мне поможет. Ну что ж, что есть у Фредди? У Фредди есть силки, которые можно ставить, и если сурф на них попадет, то, ну, во-первых, он замедлится, и мы узнаем его место расположения, где он находится, где он наступил на наш силок. Но в данном случае я взял аддон, который меняет силки на палету иллюзию. То есть мы можем заменять палеты, и выжившие будут думать, что это настоящая палета, но на самом деле это бутафория, это иллюзия, ребятки. Это палета невзаправду. Выжившие будут путаться, и по идее, я их буду легко ловить. Посмотрим, как это будет на практике. В общем, Фредди теперь очень сильный, довольно-таки хорош с собой, и теперь можно делать минус 4 вообще легко, не парясь. Надеюсь, его не будут фиксить. Так, давайте сместимся, у меня также есть способность смещения. Найс. Видите, я ее ударил, она сразу засыпает. Там еще двое уснули. Смотрите, я ломаю палету, да, и теперь я могу поставить эту палету. Все, я поставил палету иллюзию. Я ее вижу как, как бы иллюзией, но выжившие... Ой, боже мой, что-то логануло. А выжившие думают, что это настоящая палета. Явно дело, та, которая ставила палет, так вот тут давайте поставим. Она-то знает, что это палета не должно было быть здесь. Как она появилась? На самом деле это... Это же подстава просто. Это пранк от Фредди. Палета-то нету. Так, две установили. Сейчас бы как-нибудь нам приманить их сюда. Вообще, ставьте просто... Ой, много палетов, да? Лишние палеты не будут. Они все равно пробегут здесь. И мы их тут подловим. Так, также у меня есть способность. Я могу телепортироваться к любому генератору, да, на который смотрю в данный момент. Это тоже очень круто. И это позволяет контролировать, очень хорошо контролировать карту. Вот, хопа, я уже здесь. Правда, сначала немножко теряешься в пространстве, когда телепортируешься. Но это... Легко, в общем, сориентироваться. Там кто-то заводит генератора. Чё, один уже починили, да? Я уже не заметил. Вон она бегает где-то здесь. А палета-то... Палета-то не в заправе дошная. Она этого не знает. Ну-ка. Она побежала. Так, раз. Ну, как она это... Как она это реализует? Смотрите, она будет стоять. Она стоит! Ху-ху! Получилось, ребята. Получилось, сработало. Наш план полностью сработан. Я, честно говоря, в шоке. Она реально думала, что это... Что это палета. Да чё ты будешь делать? Какие-то лаги, ребятки. Возможно... Это не у меня. Это, скорее всего, сервер такой попался. Надеюсь, это нам не помешает. Ну что ж, повешали. Вот, ребятки, первая жертва, которая клюнула на мою ловушечку. И это реально было круто. Так она сидит и ждёт, ждёт. Теперь, когда играешь против Фредди... Оп! Попалась вторая. Теперь, когда играешь против Фредди, на палету не стоит надеяться. Вообще, ребятки. Фредди просто будет в раю. Теперь не проканает. Фредди вообще нельзя глушить палетой. То есть, я думаю, если играешь против Фредди, нужно заранее сбрасывать палеты. Так намного больше у тебя будет шансов. О, боже мой! Мне всегда нравился Фредди. Но теперь он мне нравится в 10 раз больше. Да, все считали, что Фредди самый слабый маньяк. Но всё же я им играл. И я вот не понимал тех людей, которые пишут... Зачем ты играешь в Фредди? Это же слабый маньяк! Не надо за него играть! Боже мой! Я хочу за него играть! И я буду за него играть! Зачем мне запрещают играть? Не играю за Фредди. Это слабый маньяк. Я делаю это для себя и для видео. Я для удовольствия играю. Так, поймали, да? Подбили одну птичку, пташку подбили. Крылышко попортили. Иди сюда. Петушок. Курочка, петушок. Ну это же не обидно, да? Ну подумаешь, петушок. Кух куда, кух куда? Так. Попался. Цыпленок. Ладно, цыпленок. Назовем тебя цыпленком. Повиси здесь. Цыпленочек. Ну это уменьшительно ласкательно. В этом нет ничего такого оскорбительного. Цыплята. Свинюшки. Кто там еще у нас? Черепашки есть даже. Ну которые вообще прям легко ловить. Я их называю черепашками. Нет, я их буду сходить. А ладно, хватит оскорблений. Давайте просто всех вас повешаем. И делу конец будет. Найди сюда. Ты его спасла, ты за это поплатишься. А не надо было спасать. Айх, ты ж блин. Рановато, рановато. Так. Бежим, бежим. Давайте. Ну-ка посмотрим. Нет никого. Оба, уже здесь. Так. Бегай, бегай, бегай. Молодец. Хочешь помансить, да? Блин, это настоящая палета. Окей. А если бы была иллюзия, я бы тебя здесь подловил. Давайте поставим иллюзию. А вот она иллюзия. Ну-ка, где она? О, сейчас смотрите, что будет. Купилось. Купилось, ребята. Второй раз. Второй раз сурф. Блин. На мой капкан, да? На иллюзию попадает. Они, видимо, еще не знают тактику, как против Фредди играть. Ой, выжившие сейчас вешаются. Я чувствую грозные комментарии во всех пабликах на игру Dead by the Light. Все просто бесятся. Потому что... Знаете почему? Потому что выживших всегда больше. Выживших четверо, а маньяк один. И поэтому четыре против одного, это, блин, сложно выстоять. Очень часто люди играют за выживших. Так, подбитая пташка. Блин, ну это настоящая была. Ладно. Беги, беги, беги. Там тоже настоящая. А вон иллюзия, иллюзия. Иллюзия. Попалась, ребята, третий раз. Третий раз. Боже мой, как же их бомбит, я чувствую. Они в гневе. Они сейчас будут плакаться разработчикам. Многие будут по-любому плакаться разработчикам. И будут просить, пожалуйста, пофиксите Фредди. Пожалуйста. Удалите Фредди. Нам Фредди не нужен. А раньше они писали, Фредди Нубяра. Мы любим с Фредди играть, потому что его можно потроллить. Можно... Мы такие токсичные, когда играем против Фредди. Но теперь такого не будет. Фредди взял власть. Но он реально крут, мне он нравится. За него легко играть. Раньше это был сложный маньяк. Я считаю, сейчас это... Легкий маньяк. Ну, средний, можно сказать. Самый лучший контролинг, мне кажется, это теперь у Нюрсы. Но Нюрса это даже не то, что контроль. Нюрса это все подряд. Это и контроль. Это и все. Это просто... Дикий ман. Но за него сложно играть. Новичкам. А за Фредди вот легко играть. Я бы сказал. Мне, вот я второй раз играю. Для меня Фредди... Ну, легкий маньяк. Я, кстати, даже не пользуюсь своими... Ой. Редко пользуюсь. Как же их? Вот палета мне нравится, да? Вот эта иллюзия. Оп. Попалась. Отлично. А вот эти силки, в принципе, надо их ставить, да? Ну, как бы... Ну, как бы, да, надо ими пользоваться. Надо. Ну, вот, чтобы лучше играть. Ну, самое, конечно, крутое это контроль. Я хоба в самый конец телепортируюсь. Особенно, если генератор, знаете, будет подсвечиваться желтым. Когда его чинит два генератора. То есть, блин... О, блин, опять тут что-то лагануло. Много вариантов вообще прям будут аддоны... Ну, не аддоны, блин, а... Перки нужно правильно подбирать. И тогда, блин, ну, это просто будет мега-крутой маньяк. Одна висит. Одна висит, трое бегают. Два генератора. В принципе, я... Чем меньше социогенераторов, тем проще их контролировать. Я не знаю, берут ли силу Фредди, который телепортирует к... Я думаю, возможно... Есть маленькая доля вероятности, что этот... Это умение уберут у него. Но я бы не хотел. Потому что это дикий контроль. Это круто, мне нравится. Мне нравится Фредди. Я хочу за него играть. Ахаха. Ахахаха. А, ну это была настоящая доска. Блин, как бы тебя обмануть-то? Тут большие камни, тут не обманешь. Короче, давайте просто сломаем. Так, поставим палету. Она заранее скидывает. Смотрите, что делает. Попалась. Крошка-картошка. Лаги не понимаю, почему такие возникают. Какие-то прерывистые. Первый раз у меня такое. Отлично висит здесь. Минус один, ребятки. Это уже... А вот это плохо. Починили генератор. Они сейчас могут все починить. Смотрите, они втроем, просто втроем чинят. Конечно, они быстро чинят. Втроечка. Интересно, по дискорду или так просто интуитивно решили все вместе действовать. О, баньки! Кто тут у нас? А тут у нас красавица. С фиолетовыми волосами. Ну, единственное. Простите, ребятки, за лаги. Я тут ни при чем. Это все сервер. Скорее всего, предыдущие гадки вот у меня хорошие были. Так. Вот тут висит. Сейчас постараюсь за пингом, что ли, слить. Если будет высокий пинг, просто не буду заходить. Иногда, да, бывает, за выжившего тоже играешь. О, дикие лаги. Такие видео я вам не показываю. Редко бывает, но бывает, редко попадаются такие моменты. А вот за маны, я вот не помню, чтобы такое было. А, ну был один раз, но это я сам виноват. Я что-то там не то настроил. Сбились с настройки у меня. Спал. Блин. Побежали освобождать. Ну, бегите. Слушай, ну очень часто действуют люди, часто они попадаются на иллюзию. Я прям рад этому. Крутой аддон. С аддонами, блин, маны становятся намного круче. Так, так, так. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Потому что сырвы часто очень пользуются аддонами. Раз. Так, 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 так. Иди сюда. Хобаньки. Просто побольше нужных аддонов надо брать. Получай. Ха-ха-ха. Вот ты и попалась у меня. Так, висеть будешь вот здесь. Не дергайся и не рыпайся. Все, пока. Надо подломить. Надо подломить, давайте. Слушай, ну осталось. Да что ты это будешь делать? Прям дикие лаги просто. Причем нормально, нормально. Хоба как будто... Как фотография такая замирающая. Блин. Это настоящая доска была. Она заранее их сбрасывает. Смотрите. Она заранее скидывает их. Просто все заранее скинула. Не, если играешь против Фредди, я думаю... В начале, ладно, еще. В начале еще можно попытаться. Но если ты раненая, просто скидывай заранее. Палеты. Это тебя спасет жизнь. Но мне нравится теперь. Блин, Фредди вообще крут. Где она? А я слышу, что ты где-то здесь. Ой-ой-ой, попалась. Найди сюда. Замечательно. Да ну не дергайся ты. Ну вот так вот. Все, прощай. Меня не вспоминай. Так, остался один... Сурф. Многие тоже пишут, что... Зачем ты... Убиваешь его? Ведь... Не стоит убивать, стоит последнего поискать. Я так обычно не делаю. Оп, закрыли. Надо давать шанс, да, иногда. Если ты уже нормально играешь, более-менее... Я думаю, стоит давать шанс. Ну, тактика неплохая, да. То есть ты одного ложишь, а за вторым охотишься. Иногда бывает сурвуливают из-за этого. Поэтому лучше повешать. Так, где же он, смотрите? Ну, в принципе, рядом дверь. Мы можем как-то проследить, проконтролировать. Единственное так, вроде нету, да? Единственное, туманка, да, когда играешь за Фредди, такой туман есть. Большой, я бы сказал. Нету. Так, ну всё, в принципе, я вот так буду бегать и контролировать. Но он не откроет дверь, я думаю, не успеет. А времечко-то идёт. Я вижу следы. Чьи-то тут следы, смотрите. Где, где, где ты тут? Ты где-то... Блин. Куда-то спрятался. Ладно, но я буду знать, буду иметь в виду, что он будет здесь. Надо всё равно проверять. Может быть, он решил-то к другому побежать. Выходу. А-ха-ха-ха-ха-ха! Нифига себе, как быстро он открыл. А последний всегда быстро, да, открывает? Быстрее. Очень быстро прям открывает. С одного раза. Потому что они тотем не очистили. Ну, дружище. Прости меня. Вот плохим словом меня не вспоминай. Не стоит этого делать. Время-то немножко осталось. Давайте дадим ему шанс, хотя... Повешать его или нет? Давайте, если... Если успеем, то повешаем. Не успели. Но беги, беги, беги. А, настоящая доска, тебе повезло. Поймали. Слушай, я хочу... А если он у меня на плечах умрёт? Интересно, как это... Ну, как это будет... Визуализировано? Как это будет... Как нам покажешь, какую картинку, интересно? Может, забагуется, нет? Как думаете? Сейчас просто постараемся на плече. Вот так вот. Чуть-чуть осталось. Ну-ка. А, он вырвался, блин. Он просто вырывается, да? Фу. Сущность его забрала. О, боже мой. Простите, ребят, в общем, залаги. Ну, я считаю, не такие они уж и критичные. Но всё равно немножко неприятные. Я люблю, когда всё идеально и гладко. В этот раз не получилось. Ну, какой я хочу подвести итог. Фредди поднялся из грязи в князи. В общем, из плохого маньяка стал просто отличным. Я бы его на одной уровень Нюрсы бы поставил. Если оценивать по категории А, Б, С, Д, то раньше он был на категорию Д или там С, но последний. Сейчас он на категории А я бы его поставил. В лучшую категорию.